Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего выступления образов и начальников, защитников Москвы в художественной литературе. В битве под Москвой ярко проявился полководческий талант командующих фронтами и армиями Жукова, Конева, Рокоссовского, Еременко, Лелюшенко, Говорова, Ефремова, начальников штабов фронтовой армии генералов Соколовского, Сандалова, командиров корпусов дивизии бригад Панфилова, Даватора, Катукова, Белобородова, Плиева, Ротмистрова и многих других военно-начальников. Через некоторое время названные выше генералы станут героями романов, повестей, поэм и песен. Актуальность темы побудила писателей по горячим следам создать образы людей, внесших большой вклад в победу над врагом. Вообще война на многие годы останется правной точкой для всех видов искусств. Мы присутствуем при удивительном явлении, писал Алексей Николаевич Толстой, советская литература становится голосом героической души народа. Уместно сказать, что рассматриваемые произведения были написаны людьми, которые, что называется, не только следкой и блокнотом, но и с пулеметом прошлись сквозь те суровые испытания. Всей силой своего таланта писатели приближали день нашей победы над ненавистным врагом. Каждый четвертый советский писатель находился в рядах Красной Армии. 140 писателей погибли на полях сожжений в Великой Отечественной войне. К числу первых художественных произведений о героических защитниках Москвы и военно-начальниках следует отнести повесть Александра Беха «Волоколамское шоссе». Книга была написана автором в 1942-1944 годах. Преимущественно в очерковом стиле в ней рассказывается о невероятно тяжелых боях под Москвой в октябре 1941 года. Повествование ведется от имени реального лица командира стрелкового батальона, казаха по национальности, старшего лейтенанта Бауржана Мамышулы. Через судьбу главного героя рельефно проступает образы его воинского начальника и наставника Ивана Васильевича Панфилова, а также бойцов-панфиловцев, показавших всему миру подлинной и настоящей героиней. Своя героя, генерала Панфилова, автор нисколько не приукрашивает. Он предстает предчитателем таким, каким он был в жизни, тревогенным и грамотным военно-начальником. Одновременно комдив, отец солдатов и хороший наставник командира. Вот лишь штрих к его портрету. Главная обязанность, главное дело командира, говорит генерал, думать, думать, думать. В образе Панфилова мы также видим человека, в котором отчетливо проявляется суборовская жилка. Это определяется по тем выражениям, которые он употребляет в разговоре с бойцами и с командирами. Не торопись умирать, учись воевать. Солдат умом должен воевать. Солдат идет в бой не умирать, а жить. Победа куется до боя. Боржан Мамыш Улы называет своего командира генералом новатора. Вот его слова, сказанные им после гибели любимого комдива. Иван Васильевич Панфилов уважал солдата. Постоянно напоминал нам, командирам, что исход боя решает солдат. Напоминал, что самое грозное оружие в бою душа солдата. На этом Панфилов и основал свое новаторство в тактике оборонительной битвы. И если сейчас, на пятой сутке немецкого наступления, нам, нашей дивизии, принадлежит вот эта дорога, вот это поле, этот рубеж, и дивизия по-прежнему грозна, то этим мы обязаны ему, Ивану Васильевичу Панфилову. Он был генералом разума, генералом расчета, генералом хладнокровия, стойкости, генералом реальности. По рождению, по воспитанию, по натуре он был глубоко русским человеком. Знал и любил прошлое и настоящее русского народа. Гордился его славными сынами, творениями и делами. И уважал все другие народы. Повесть Александра Бека Волоконламское шоссе сразу после опубликования в журнале «Знамя» получила широкое читательское признание. Номера журналов с повестью буквально зачитывали дадыр. И на фронте, и в тылу передавали из рук в руки. Секрет был прост. В повести отсутствовала ура-патриотическая идеализация событий главных героев книги. Подобная счастливая судьба была и у романа Михаила Бубенова «Белая береза». После военные годы книга выдерживала 60 изданий, что свидетельствует об ее огромной популярности. Герои «Белая береза» находятся непосредственно гуще фронтовых событий, где бой не очередная пометка на штабной карте, а пулеметной очереди не дробный стук машинок на швейной фабрике. Кругом война. Жестокая, кровавая, бессвященная. Это произведение создавалось в самый ее разгар. Правда, в отличие от повести «Волоколамское шоссе», в романе большинство героев вымышленные. У каждого солдата, офицера, партизана своя непростая судьба. Их образы писатель рисует красками различных оттенков. Вот командир стрелковой дивизии генерал-майор Бородин. Весь светлый от седины и с седыми стрелчатыми усами. Таким предстоит предчитателями этот уже в годах человек. Однако, за его сединой, за его седой внешностью скрываются и молодость, и крепкая сила, и живой ум, и твердый характер. Трагические дни отступления Бородин сумел вырвать свою дивизию из жестких немецких танковых тисков. Более того, отходя, соединение отважно сражалось с врагом на каждом удобном рубеже, нанося ему существенные потери. Автор приводит слова генерала о тех горьких днях. «Наше отступление в октябре», заговорил он, шагая по горнице, историки будут изучать с таким же интересом, как изучают победоносные наступательные операции. «Как ни тяжело было армии, но она жива, она действует и крепнет, и никогда не был таким чистым наш человек, как в эти дни, совершая благородные подвиги во имя Отечества». Дополняет этот монолог сцена. Генерал остановился в окна, и Озеров, это командир полка, заметил, что он едва удерживает слезы. Так переполнили его воспоминания, восхищение людьми и печаль о погибших. Он отвернулся от окна и неожиданно приказал «Постройте ваш полк». «Есть построить полк, товарищ генерал», ответил Озеров. «Разрешите спросить, вы будете говорить с солдатами?» «Я хочу поклониться вашим солдатам». Кто из реальных военачальников послужил писателю прототипом генерала Бородина? Безусловно, этот образ собирательный. Но есть в нем немало черт от командира 78-й стрелковой дивизии генерала-майора Афанасия Павланчевича Белобородова, впоследствии дважды Героя Советского Союза, генерала армии. В первых числах ноября он прибыл с этим соединением на Западный фронт в составе 16-й армии генерала-лейтенанта Рокоссовского. Дивизия отличилась в битве за Москву. Вымышленным лицом в романе является командир танковой бригады полковника, затем генерал-майор Батюков. Через суровые испытания проходит Батюков, горькие дни окружения, тяжелейшие бои и ощутимые потери. В армию Рокоссовского он прибыл со своей бригадой из-под Орла. Судьба генерала Батюкова о многом схожа с судьбой реального командира танковой бригады генерала Катукова, будущего дважды героя Советского Союза, маршала бронетанковых войск. Известно, что бесстрашного комбрига звали Михаил Вифинович. Такое же имя и отчество автор книги дал и герою своей книги. В октябре 1941 года в боях под Псенском бригада Катукова нанесла серьезное поражение одному из лучших танкистов Гитлера, генералу Гудериану. В приказе наркома обороны СССР за номером 337 от 11 ноября в частности говорилось, 4-я танковая бригада отважными умелыми действиями с 04.10.41 по 11.10.41 несмотря на значительное численно превосходство противника, нанесла ему тяжелые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытие наших войск. Еще одно обстоятельство указывает на то, что именно Батюков является прообразом комбрига Катукова. Вновь обратимся к страницам книги, где автор подробно описывает совещание в кабинете командующей армии генерала-лейтенанта Рокоссовского. Неожиданно Рокоссовского пригласили в аппаратную. На проводе была Москва. Рокоссовский быстро поднялся и вышел из кабинета. Через полчаса он вернулся, обвел всех разгоряченным взглядом, два раза молча раскинул руки, видимо до предела пораженные тем, что произошло, и взволнованно воскликнул. Какой день! Великий день! Он быстро подошел к Батюкову, обнял его и трижды поцеловал, как солдат солдата в час победы. Еще раз, второй раз за один день поздравляю тебя, дорогой Михаил Ефимович, сказал ему растерянному Батюкову и обратился ко всем. И вас всех, дорогие боевые друзья, тоже поздравляю. Сегодня свершилось историческое событие. Михаил Ефимович, ты и твои танкисты первые наши гвардейцы. Приведенный художественный отрывок подтверждает, что речь идет о Катукове. Именно его танковой бригаде на ком обороны СССР все тем же приказом за номером 337 присвоил почетное звание гвардейской. Четвертая танковая бригада Катукова стала первым гвардейским соединением в Красной Армии. Ранее это звание были удостойны основного стрелковой дивизии. Рельеф на представленном романе партия генерала-лейтенанта Рокоссовского. Впоследствии 20 героев Советского Союза маршала Советского Союза как раз в тех жарких боях под Москвой начало зажигаться его звездное слава как полководца. Писатель мастерски высветил различные грани этой удивительной и замечательной личности предоставив возможность читателю видеть ее с разных сторон и в разных обстоятельствах. Кто знает сумела бы наша армия победить Гутерианов Манштейнов Моделей Клюга если бы не было в ее рядах таких талантливых полководцев как Константин Константинович Рокоссовский. Вскоре после войны вышел в свет роман Павла Федорова генерал-давата. Это произведение посвящено героическим действиям советских кавалеристов при обороне и наступлении против немецко-фашистских захватчиков подмосков. В центре повествования образ легендарного командира кавалерийской группы а затем командира кавалерийского корпуса генерала генерала Льва Михайловича Даватова. Писатель сразу погружает нас в круг фронтовых забот это не из-за реальной личности. Идет жестокая война. От Даватова как и от других военачальников зависит судьба людей успех или неуспех разработанных им операций. Вот он напутствует командиров перед эвентой врага. Какие условия мы попадем в каких условиях придется нам драться я не знаю и никто не знает потому что такого рейда в эту войну еще не было говорит Даватар. Решение будем принимать на месте смотря по обстановке но убежден что на русской земле в русских лесах хозяева мы сейчас ясно пока одно мы первые переходим в наступление берем на запад берем курс на запад великий в этом смысл и великая нам выпала честь олицетворять сегодня с собой всю нашу родину. За нами Москва за нами наша страна ее история и будущее. Знаковым произведением о защитниках Москвы является роман эпопея «Война» писателя Ивана Стаднюка в этом произведении включающем себя цикл книг «Война», «Москва 41», «Мечный над Москвой» воссоздана обстановка предвоенных дней и начального периода Великой Отечественной войны. По словам писателя он работал над романом почти 20 лет написал первые строки строки в 1970 году. Изначально Стаднюк хотел назвать свой роман «Генерал увидит дальше» но по мере накопления материала его творческий замысел углублялся расширялся и охват героев и событий. В результате было создано масштабное не только художественное но и военно-историческое военно-политическое повествование. Из этого романа мы по сути впервые получили реальное пусть и не исчерпывающее представление о том как шла война на московском направлении. В романе начиная с главных героев политрука Иванюты генерала Чумакова много вымышленных персонажей. Однако в Иванюте легко узнать самого автора романа политрука Стаднюка. А в генерале Чумакове прослеживается сходство с командиром 13-го мехкорпуса генералом Ахлюстиным и с командиром 11-го механизированного корпуса генерала Мостовенко. Одновременно на страницах романа мы встречаем когорку реальных исторических фигур от генерала Лукина до Верховного главнокомандующего Сталина. Потрясающей глубиной боли и страсти автор проникает в души своих героев, сопережая вместе с ними за их действия поступки и решения. Западают в сердце множество картин тяжелейших боев под Смоленском и непосредственно самому Смоленскому, которые завершаются многодневным сражением под Вязаном. Здесь смертная человеческая плоть советских солдат оказалась крепче огня и железа. Бои, продемонстрировавшие способность русских и погибая оставаться несловленными, сильно охладили наступательный пыл фашистских захватчиков, лишив их безоглядности наступлений на Москву. Надолго читателю запомнится описание осуществляемой отрядом полковника Лизякова защиты Соловьевской переправы. По-новому в романе Москва-41 освещена трагическая история армейской группы ее командующего генерала-лейтенанта Качалова погибших под Росславлем, так же, как и печальная участь армии генерала-майора Ракутина. Но наиболее зримо в романе показан будущий маршал победы генерал-армии Георгия Константин Джукова, вышедший из самых глубин русского народа. Писатель, говоря о Джукове, нашел верное определение – буйная образность его военного мышления. Роман «Война» считается одним из лучших произведений по начальному переводе войны. Отдельные страницы этого эпического художественного полотна звучат настоящим гимном беспримерной храбрости и величайшего мужества русскому солдату. В заключение хочу сказать, что я становился лишь на некоторых художественных произведениях, в которых запечатлены образы полководцев и военачальников защитников Москвы. В этом же ряду стоят такие книги, как «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Убитый под Москвой» Константина Воробьева, «Венок славы», антология художественных произведений о Великой Отечественной войне, в частности битвы за Москву. К ним, как и к другим произведениям, нужно обращаться, чтобы знать героическую историю нашего Отечества. Спасибо за внимание.